у нас такое что-то веселое происходит люди в карнавальных костюмах там собрались возле фонтанчик на магазина закрыт у нас такие еще витринки остались но скоро их уберут поэтому надо быстро снять такая вот декорация все в красном красиво зеленое и красное смотрится если кому-то надо наряжать елочку можно в таких цветах нарядить видеры так этот ресторанчик у нас работает и сзади меня тоже ресторан от мои дорогие строя вайнахтен счастливого рождества нас уже пришло католическое рождество сегодня второй день рождества воскресенье вечера мы праздновали значит святой вечер католического рождества халлиги абонт потом был следующий день выходной понедельник все было закрыто и погода была плохая и я два дня просидела дома один день воскресенье я стояла у плиты готовила утку значит в духовке и оливьешку делала целый тазик оливье и всякие там салатики и ждала гостей и на следующий день пока проснулась туда и сюда и потом гости мне пришли второй день тоже мы сели покушать уже делали беточки моя дочка принесла беточное мясо и мы молоточками убили соседи мне давали спать как говорится ну и погода нас не радовала эти дни сегодня первый день что так еще светло а то было вообще темно черное небо и лил постоянно дождь такой противный на пять минут выйдешь и все уже у тебя мокрое зонтики куртки все мокрые и все это сушилось потом погода нас конечно не порадовала но ничего мы это пережили я сегодня выхожу думаю сейчас хлеб хотя бы надо подкупить там кое-что еще мне надо было моющие средства купить я целый список себя составила и помыть машину хотела ну и взяла сумки пустые там пустые бутылки список что мне надо купить и отправилась утрюши-то сильно мало людей на улице подъехала сюда в центр не могла даже зайти здесь лифт какой есть можно по лифту спуститься на центральную улицу чтобы не обходить так вокруг и это была закрыта дверь даже к этому лифту я думаю а значит все закрыто ну я обошла так посмотреть работаю только рестораны а магазины все закрыты я думаю надо как же я без хлеба я рассчитывала на один день как бы закрыто что будет все на второй день я же не рассчитывала не подрассчитала с хлебом ну думаю зайду сейчас турецкий не магазинчик а такой у них как ресторанчики они еще продают там турецкий хлеб смотрю так витрину у них все эти кулечки с хлебом подписаны как типа зарезервированы я думаю ну и подумала точно хлеб уже разобрали сейчас где-то час дня ну я еще спросила есть ли у них булочки мне дали такие дёнарные булочки как дёнар делать по 60 центов я взяла три штуки вместо хлеба в духовку за сумму порежем так вот сейчас вам покажу так кулёк завязали потом сыну позвонила хочу делать а я потом послела у меня колбаса уже закончилась сыр закончился или может взять нам два дёнара вот такие вот булочки три штуки три штуки я купила но их надо еще в духовке они такие как сыроватые взяла он говорит да бери я взяла еще два дёнара один ему острый взяла а мне не острый ну такая булочка с этим с мясом и салатом вместо бутерброда на мы только проснулись ним так поздно а что еще хочу рассказать у нас были корпоратива шоу сына шоу меня у сына был пораньше я его отвозила в другой район города там хороший ресторан и он там был очень долго что-то 6 вечера до 12 он там праздную и там еще надо было им сочинить стихи вот этим ученикам дали задание каждому сочинить стишок про свою фирму а моему сыну значит коллега не сказал это забыл сам сочинила ему не сказал и мой сын так вот спонтанно тут же сочинил там стих и им рассказала им так всем понравилось они ему хлопали там он как рэп такое им сочинил про их фирму ну и хорошо он там покушал они еще ходили там на тот рождественский базар вышли все с этого ресторана пошли еще на через такой там старый город зашли на рождественский базар там и еще вернулись там ресторан доедать и допивать и он где-то в 12 только ночи приехал его какой-то коллега там уже привез я его туда отвезла привез его уже коллега а у меня было прямо перед самым рождеством мой корпоратив тоже в очень хорошем ресторане в этом греческой кухне очень красивый зал столько и там греческих скульптур аполлоны там всякие венеры афродиты милоские что я там только вот так смотрела потому зал у меня аж голова вот так красиво очень мебель такая красиво и и подача была красивая все мальчики там греки вот эти официанты кельна разве кельнар здесь называется подача очень красивая всякие там баклажаны оливки перчики остренькие вначале такое как фор шпайз потом основное блюдо было там принесли такие ну у нас там помутрили 4 стола так было с нашими коленами и они на каждый стол по три по четыре блюда приносили значит и мы уже брали себе каждый на тарелку ну и основное блюдо там была вот эта картошечка жареная и рис а к нему такое мясо разных сортов и вот такое донорное мясо внизу сверху такие как стейки на гриле под поджаренные на гриле с этими черными полосочками такие аппетитные и таких бифтейки как типа наши котлеты только большими и сочные такие по греческому рецепту вот такое вот блюдо мясо и три сорта этого значит мясо на гриле и на десерт мороженом я себе выбрала такое классное мороженое даже не знаю я увидела просто самая красивая которая там была я себе тоже как бы заказала розовая в такой большой красивый такой стакан розовая с желтым там клубничная с ванильным я прям насладилась этим мороженом они его делают сами по греческому рецепту ну неплохое понравилось не пить то можно было все там пиво колу но я была за рулем я пила тока колу а так то можно шнапс потом принесли здесь германия кажется можно пить когда у тебя уже права там несколько лет ты можешь выпить маленький шнапс или стыкан пива или стыкан вина и ехать но я не рискую я ничего не пью и шнапс этот не пила а так все там по шнапсику и мы сидели там тоже долго у нас начался вечер 7 часов но пока все собрались мы ждали еще там всех коллег и пока все потянулись пока не на пока нас усадили всех за столы прошло еще там полчаса час и никто не хотел расходиться обычно всегда кто-то раньше убегает а это была такая атмосфера все смеялись было весело и мы сидели до 12 тоже там что-то часов или 22 я не помню что там была двойка на я так телефон сотрю там двойка то ли 22 то ли уже там было 24 ну ну долго мы сидели обычно я всегда убегаю пораньше а тут такая была атмосфера хорошим дружеская веселая все смеялись общались хорошо было мне понравилось этот корпоративчик и как раз перед самым рождеством как говорится свеженько так уже как настроение такое рождественское вот даже сейчас солнышко вышло какая красота но холодный ветер меня чушь у меня лаком так набрызгана для волос я вышла у меня вот так эти волосы стали все лак хотя бы их чуть-чуть удержал а так ветрено вообще ну вот так вот мы погуляли так вот прошло католическое рождество на работе хорошо и дома хорошо все было спокойненько весело сегодня уже можно гулять погодка позволяет а завтра уже откроются все магазины мои дорогие счастливого вам рождества и предстоящего нового года всех моих подписчиков зрителей поздравляю с предстоящим новым годом счастья здоровья удачи пусть всем принесет он удачу успех любви много денег здоровья и мира на земле мои дорогие счастливого спасибо 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 спасибо